Разумеется, одним из главных событий недели, что обсуждается в СМИ, стало вручение Нобелевской премии мира. Это та награда, что может остаться без имени, в том смысле, что ее могут присудить не конкретному лицу, а организации. В разные годы ее были удостоены Международный комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ, МАГАТЭ и другие. Год текущий оказался годом персоналей. Нобелевская премия мира 2018 заслуженно присуждена врачу-гинекологу Конголестцу Дени Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурат. Оценили их усилия по прекращению использования сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов. Изначально же пресса и букмекеры совместно назначили в качестве кандидатов на премию президента США и глав двух Корей. Причем, согласно цифрам, Ким Чен Ин и Мун Джа Ин считались самыми достойными. Что ж, премию эти два политика не получили, но это не значит, что не заслуживают. Ведь шаги к обещанному ими снижению напряженности на корейском полуострове делаются. Комментарий Ольги Давидович. На корейский полуостров приходит долгожданный мир. Север и юг активно налаживают политические связи и добрососедские отношения. К НДР отправилась крупная делегация из Южной Кореи. Чиновники, общественные деятели, представители культурной интеллигенции. Всего около 160 человек. А еще в начале этого года подобное представить было практически невозможно. Высокие гости во время трехдневного пребывания на северокорейской земле посещают театры, музеи и даже принимают участие в массовых занятиях гимнастикой. Главный повод – совместное празднование годовщины межкорейского саммита 2007 года. Тогда в Хиньяне состоялась историческая встреча лидеров двух Корей – Нуму Хёна и Ким Чен Ина. Президент Республики Кореи впервые после разделения страны пешком пересек военную демаркационную линию. А на самом саммите стороны сошлись во мнении о необходимости положить конец нестабильному состоянию перемирия и перейти к режиму прочного мира. С той встречи прошло уже 11 лет. Обоих лидеров уже нет в живых. Но их планы, наконец, начали воплощаться в жизнь. Эта дата для нас очень важна. И до недавнего времени она отмечалась ежегодно. Но только у нас, в Сеуле. Поэтому в этом году мы очень рады, что торжества пройдут также в Хиньяне. Это большое событие для обеих наших стран. А на границе двух Корей сейчас в полном ходе ведут работу по разминированию. Первый этап продлится 20 дней. За это время военный то и другой республик разминирует зону совместной охраны по граничному пункту Пханмунджом. Работы ведутся с предельной осторожностью. Этот район был местом интенсивных боев во время Корейской войны, которая длилась с 1950 по 1953 годы. Это не минное поле, целенаправленно созданное южнокорейскими войсками или армией противника. Но мы предполагаем, что здесь есть много закопанных мин или неразорвавшихся бомб. Их местоположение нигде не указано, поскольку во время Корейской войны здесь шло сражение. Военные также надеются, что во время разминирования смогут найти останки солдат, погибших в то время. Минобороны Южной Кореи сообщали, что здесь находятся останки не менее 500 человек. Здесь также находится поисковая команда, поскольку есть вероятность обнаружить останки солдат. Сами же раскопки начнутся позднее 1 апреля 2019 года и завершатся 31 октября. Полное же разминирование разделяющих КНДР и Республику Кореи демилитаризованной зоны займет около 200 лет. Об этом говорят южнокорейские эксперты. По различным оценкам, с 1953 года по настоящий момент там было заложено более 2 миллионов противопехотных и противотанковых мин. Проблема усугубляется тем, что многие карты минных полей были утеряны. Кроме того, наводнения и сильные дожди ежегодно приводят к перемещению мин, поэтому точное расположение большинства из них неизвестно. Поэтому в случае полной ликвидации демилитаризованной зоны саперам придется обследовать буквально каждый сантиметр этой территории. А это полоса длиной 241 километр и шириной 4 километра. Пока перед нами стоит первоочередная задача максимально безопасно провести работы по разминированию некоторых участков демилитаризованной зоны. В перспективе появится специальный центр по ликвидации мин в рамках подготовки к совместным мирным проектам Юга и Севера демилитаризованной зоне. Пока же на фоне работ по разминированию Пхеньян, Сеул и командование ООН в Южной Корее, начинают трехсторонние консультации по целому ряду вопросов, например, о действиях после разоружения. Исторический саммит в апреле 2018 года и принятие Пханмунджомской декларации являются ценным воплощением твердой воли к воссоединению, доверию народов к своим лидерам, которые собираются любой ценой строить достойную и процветающую, мощную страну. Страну, которая воссоединится на этой земле, объединяя силу нашей собственной нации. Впрочем, до объединения двух Корей еще далеко. Мирный договор между странами еще не подписан. Как завел южнокорейский президент Мунджей Ин, он очень надеется, что до конца текущего года будет сделано официальное объявление об окончании Корейской войны. Пока же страны подписали в сентябре совместную декларацию о денуклеаризации корейского полуострова и сотрудничестве в других сферах. Сеул и позднее характеризовали это соглашение как де-факто пакт о ненападении. Сегодня я очень взволнован, поскольку я мог обсуждать и открыто говорить о новой эпохе на корейском полуострове – эпохе мира. Объявляя совместную декларацию Пхеньяна, 19 сентября председатель Ким Чен Ын и я дали понять, что войны больше не будет между югом и севером. Одним из главных пунктов декларации стало обещание КНДР полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре Йонбен. Также было достигнуто соглашение о демонтаже северокорейского ракетного полигона. Кроме того, Мунджей Ин и Ким Чен Ын договорились отозвать военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджоу, а также полностью вывести наблюдательные пункты юга и севера на расстояние ближе километра от демаркационной линии. Соглашение также предусматривает прекращение крупномасштабных артиллерийских учений и военных полетов вблизи демилитаризованной зоны. Впрочем, достигнутое соглашение между Южной Кореей и КНДР касается не только вопросов демилитаризации. В Пхеньяне было принято очень символичное решение состыковать железнодорожные и автомобильные дороги двух стран, а Южная Корея предложила Корее Северное совместное проведение Олимпиады-2032. Некогда разъединенный политиками народ пусть медленно, не сразу, но прокладывает путь к миру и объединению. Ольга Давидович, Вокруг планеты.